приветствуем продолжаем инвестировать в акции на фондовом рынке введем портфель с нуля и на данный момент он чуть-чуть откатился в прошлом выпуске была прибыль около 50 тысяч рублей сейчас 45 тысяч это за все время за сегодня вот тем не менее плюс 3000 рублей показывает он откатился чуть ранее а что у меня сегодня выросла сегодня вырос рост сети центр плюс 1400 рублей и рост сети центры при волжье плюс 1980 вот так выглядит мой портфель на бумаге и сразу обращаю внимание что здесь у меня большое идет отклонение в верхней его части поскольку я не сразу заметил ошибку в формулах таблицы была у меня ошибка где купил компании которые так были с перекосом у меня в портфеле буду покупать сегодня из верхней части списка например начнем с что это у нас такое с газпрома будем брать сегодня газпром на 17 тысяч рублей перед тем как я пойду покупать акции и покажу прогресс в достижении своей цели а моя цель в рамках этого портфеля напомню жизненно дивиденды ты чтобы дивиденды в портфеля покрывали все мои расходы напомню что я инвестирую через бкс поскольку это топ-1 российский брокер по объему активов клиентов это не просто так поскольку здесь самые низкие комиссии и я рекомендую использовать именно этого брокера по ссылке внизу можете открыть брокерский счет онлайн за пять минут по паспорту он абсолютно бесплатной комиссия 0 рублей в месяц 0 процентов за покупки ценных бумаг то есть я сейчас куплю газпром и сделаю это абсолютно без комиссии по ссылке внизу откроется страничка вот такая заполните ее данная паспорта введете за пять минут онлайн вам откроет бесплатный брокерский счет кроме того за вами закрепится персональный менеджер сергей он закрепляется за всеми людьми кто по моей рефералке зарегистрируется по ссылке в описании он будет у вас в кабинете будут его контакты чат его будет в личном кабинете можете ему позвонить можете написать также он представится позвонит познакомиться самостоятельно послал какой счет откроете через какое-то время не сразу естественно поскольку много кому нужно его обзвонить и он абсолютно бесплатно сможет вас проконсультировать по любым финансовым вопросом в том числе и портфель поможет составить перенести активы с других брокеров и так далее 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 вот в общем пользуется топ-1 брокером а я пошел покупать акции захожу в раздел рынке и буду брать газпром прямо по маркету рыночным ордером как это делаю всегда заходим в газпром стоит он сейчас 174 рубля обращаю внимание что он не слабо падает а это за один день со 180 упал так стоит не растет а весь российский фондовый рынок вырос некоторые компании выросли на 50 на 60 процентов газпром я покупаю достаточно выгодно еще получается хотя вот я его тоже прошлый раз покупал дешевле чем он стоит сейчас но весь российский фондовый рынок растет газпром не исключением нажимаем купить один лот 10 штук это 1700 рублей за лот ну я здесь лотов беру это 60 акций получается как раз на 17490 рублей прямо по рынку заявка исполнена отлично записываю данных таблицу оговорился кстати я купил 10 лотов в каждом по 10 штук очевидно купил 100 акций а не 60 меня было просто портфеле 60 я сейчас закупаю стоит вам я в портфеле уже 160 акций на этой компании внес данные в таблицу и обращаю внимание теперь на статистику пенель немножко под сдулся поскольку акции последнее время чуть просели я обновил информацию по своим расходам они подросли живу не в россии курс рубля вы видели сами поэтому я даже удивлен что они подросли настолько не сильно тем не менее посмотрите на ожидаемые дивиденды в месяц получается что вот вложил суммарно сколько я на этом графике отражено и ожидаемы дивиденды в месяц каким образом я растут на этом графике отражено видно что относительно прошлого выпуска я инвестировал немного всего лишь 17 тысяч рублей но посмотрите какой скачок произошел в ожидаемых ежемесячных дивидендах это потому что газпром платит достаточно высокие дивиденды в прошлых выпусках я покупал компании которые этим похвастаться не могут есть я уже ожидаю в месяц 2373 рубля это уже более-менее какая-то хотя бы чуть-чуть ощутимая сумма может быть вы не согласитесь напишите в комментарии по этому поводу и даже с учетом того что у меня выросли расходы курс рубля упал покрытие расходов дивидендами продолжает расти то есть было получается 0.41 процент сейчас уже 0.46 процента из пол процентом их расходов покрываются дивидендами насколько это много кажется что копейки по полнейшая вообще какая фигня смотреть сюда не стоит тем не менее обратите внимание на то что во первых я инвестировал сколько два месяца три месяца ведут портфель небольшой срок и уже на полпроцента приблизился к своей цели а цель у меня достаточно грандиозная то есть если я вообще не буду тратить деньги на жизнь например от 500 тысяч рублей вместе будет копать пассивно очевидно что у меня будет оставаться не 50 тысяч рублей в месяц которые могу направлять в портфель а 500 это в 10 раз больше и постепенно то есть если я хотя бы частично покрываю свои расходы дивидендами постепенно я чуть больше могу денег выделять на инвестиции соответственно пополнение у меня тоже будут расти в связи с этим во вторых компания которая покупаю стабильная я отбирал их специально ты не случайная компания в портфеле ни в коем случае случайно не покупайте или там пользуйтесь вконтакте покупать акции вконтакте пользуюсь техникой пупка акции пол нет в таком ключе мыслить не нужно составлять нормально себе инвестиционный портфель и компании которые подбирал они достаточно стабильные и на дистанции показывают рост дивидендов более того рубль обесценивается очевидно компания будут зарабатывать больше еще и за счет обесценивания рубля тоже доминально дивиденды будут расти если я сейчас получаю полпроцента покрывая своих расходов на полпроцента дивидендами скажем через лет пять при росте дивидендов вдвое у меня уже будет там один процент покрытия моих расходов кажется небольшая разница на самом деле если я в течение пяти лет своими инвестициями добьюсь покрытия расходов дивидендами там скажем до до 50 процентов и в течение пяти лет дивиденды еще в два раза вырастут как раз таки вот у меня будет моя цель достигнутая очень сильно утрирую конечно и портфеле естественно с горизонта планирования ставится не пять лет а больше тем не менее результатом я доволен мне нравится как показывает себя портфель единственно до большой минус инвестиции в российском на российском фондовом рынке в том заключается что компания выплачивать дивиденды не ежемесячно то есть я пишу дивиденды ежемесячно ожидаются 2373 рубля это означает что компания выплачивать дивиденды например раз в год я делю эту сумму на 12 ожидаемые дивиденды в среднем в месяц получается 2300 рублей уже какой-то какая-то более-менее ощутимая сумма на мой взгляд по крайней мере напишите комментарии что думаете по этому поводу вы подписывайтесь на канал здесь мы говорим про инвестиции вещая про финансы и не забывайте что соцсети по ссылке внизу мне есть где появляются чаще где контента я выкладываю больше и еще один комментарий дам все-таки это мой не основной инвестиционной портфеле сюда инвестирую но не то чтобы по остаточному принципу конечно но относительно небольшую сумму относительно моих расходов то есть если я 500 тысяч рублей в месяц трачу инвестирую всего лишь 50000 это вот ну около десяти процентов скажем от этой суммы почему так делаю потому что примерно столько же большая часть там зрителей вас скорее всего сможет без проблем откладывать кто-то сможет откладывать там и половину дохода естественно если у вас доход высокий но большая часть к сожалению этого делать не может и чтобы вы видели примерно такую же динамику как будете видеть на своем счету вот 50000 рублей я откладываю и ну в процентном отношении у вас будет примерно то же самое и это хороший результат я пока что результатом доволен на бумаге он конечно посмотрим что будет на практике для того чтобы смотреть что будет на практике подписывайтесь на канал и следите за дальнейшими выпусками пишите свои вопросы в комментарии я раньше в таких выпусках в конце отвечал на все вопросы из комментариев но чтобы ролик не затягивать на полчаса я думаю что просто буду периодически либо в онлайн выходить и отвечать на вопросы из комментариев потом сохранять стрим либо отдельным видео просто все вопросы из комментариев разберу напишите что думаете по этому поводу тоже будет интересно посмотреть как вы бы хотели видеть этот формат удачи ну не забывайте что по ссылке внизу бкс лучший брокер с тарифом без комиссии и персональным менеджером который поможет и портфель собрать в том числе и любые финансовые вопросы тоже вам решит подскажет